Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу и вы слушаете подкаст «Сингенты». Сегодня мы в московской студии и говорим об устойчивом развитии. У нас сегодня два гостя – это Антон Пушкарев, руководитель по устойчивому развитию компании «Сингента». И Евгения Викторовна Тирова, доктор экономических наук, профессор, директор по аграрной политике Высшей школы экономики. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня обсуждаем устойчивое развитие. Так вот, с учетом того, что у нас подкаст «Сингенты», наверное, Антон, я адресую первый вопрос к тебе. Устойчивое развитие именно в «Сингенте», что это подразумевается и вообще зачем это нужно компании? В первую очередь, нужно иметь в виду, что «Сингента» – международная компания. Поэтому этот вопрос нужно рассматривать на двух уровнях. Это уровень глобальной компании и более приземленный уровень отдельных стран. Так вот, если мы говорим о «Сингенте» как глобальной компании, то в компании принята ESG – стратегия. Стратегия устойчивого развития. Что означают эти три буквы – ESG? Environmental Social Governance. То есть набор практик в сфере экологии, бережного отношения к природе. Environmental – первое измерение устойчивости. Второе – social, социальное. То есть речь идет о деятельности, которая бы не нарушала жизнь, уклад общин, которые находятся, например, живут рядом с предприятиями компаний, общества в целом и сотрудников. Второе направление – social, социальное. И третье – governance, то есть набор практик в области управления компанией, финансовой отчетности, прозрачности. Вот три измерения устойчивости. Каждому из этих направлений можно было бы посвятить целую программу. Поэтому я думаю, что мы сегодня сосредоточимся на том направлении устойчивого развития, которое обозначено первой буквой – environmental. То есть устойчивость в области экологии, в области отношения к природным ресурсам. Ну, с учетом того, что мы компания, которая работает в аграрной сфере, нам, наверное, это в первую очередь интересно. И здесь как раз устойчивое развитие можно понимать как ресурсосберегающее земледелие, сберегающее ресурсы. Какие ресурсы? В первую очередь почва, вода, воздух. Вот, наверное, такие три основные ресурса, о которых мы ведем речь, когда говорим об устойчивости. Хорошо. Ну вот если мы говорим про устойчивом развитии именно в плане экологических проектов, наверняка уже наши слушатели слышали про проект эко-рационального развития агробизнеса. Что в нем подразумевается? И при чем тут бизнес, на самом деле? Эко-рациональное развитие агробизнеса. Речь, в первую очередь, идет о нашем проекте «Здоровая почва». Этот проект, который мы реализуем в России, Казахстане и Белоруссии, имеет три основные измерения. Первое измерение – это научно-методологическое. Второе – такое образовательно-прикладное. И третье, собственно, бизнес-измерение. Что в нем научного и методологического? Этот аспект звучит в том, что мы собрали вокруг себя, объединили сообщества ученых, которые занимаются проблемами почвы. В разных аспектах. Выпустили специальную брошюру, в которой, собственно, собрана, описана методология правильного земледелия. Тех практик, которые, скажем, не разрушают плодородный слой почвы, а наоборот направлены на его восстановление. Мы также регулярно проводим круглые столы. С учеными обмениваемся мнениями. И даем определенные рекомендации, причем не применительно к стране в целом, а для различных природно-климатических зон. В этом есть его научное измерение. Образовательно-прикладное измерение этого проекта заключается в том, что мы проводим образовательные семинары для агрономов. В основном это агрономы крупных хозяйств и средних хозяйств, которые заинтересованы в получении новых знаний. Передача знаний может осуществляться как в ходе специально организованных мероприятий, посвященных здоровью почвы, либо в рамках таких более общих визитов в хозяйство, когда либо агрономы, либо собственники говорят нам о том, что у них есть такая проблема с почвой. Она имеет разные выражения. Мы, соответственно, помимо просто передачи знаний, берем образцы почвы, делаем анализ и даем рекомендации. Какие культуры, например, покровные сеять или культуры, которыми необходимо засеять поле между основными, то есть часть севооборота. Как правильно организовать севооборот, какие дополнительные питательные вещества необходимо внести в почву, как правильно, может быть, переход на минимальную или нулевую обработку почвы. И третий аспект, это, собственно, бизнес-аспект. Деньги. Деньги. Ну, без денег никуда. Мы все-таки компания, которая занимается зарабатыванием денег. Это смысл любого бизнеса. И аграрии, собственно говоря. И аграрии тоже. Соответственно, этот аспект заключается в том, что мы превращаем наши знания о почве в сервис, который предоставляем аграриям либо за деньги, либо как часть более широкого пакетного предложения. И у нас есть конкретные примеры работы с крупными известными агрохолдингами, когда в течение года, когда наш сервис, наш проект помогал нам заработать больше денег и помогал нашим клиентам решить те проблемы, которые у них были в поле. Ну, в чем этот проект заключается? Например, у крупного агрохолдинга много полей, которые при этом находятся порой в разных природно-климатических зонах. И урожайность на этих полях разная. Причем технология может быть одинаковой. А урожайность разная. Да, часть можно списать на разные погодные условия. Но иногда даже поля, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, показывают разную урожайность. И в чем причина? А причина в почве. Почвенный слой может быть истощен. И поэтому наш сервис помогает выявить эту проблему и ее решить. Ну, вот у меня вопрос к Евгении Викторовне. Наверное, в связи с тем, что мы сейчас, к примеру, слышали по поводу агрохолдинга. Все-таки вот эта история про устойчивое развитие – это история крупного бизнеса? Или есть смысл для бизнеса помельче? Ею, скажем прямо, сленгово заморачиваться? Спасибо. Хороший вопрос. Ну, во-первых, как всегда, я с удовольствием выслушала о практике Сингента, которая, с моей точки зрения, делает все очень хорошо, красиво и правильно. Ну, есть еще ряд крупных компаний в этом направлении. Я бы здесь тоже распределила бы два уровня рассмотрения проблемы, только чуть-чуть в другом аспекте. Это не говорит о том, что Антон сказал что-то неправильно, просто другой аспект рассмотрения. Есть такой глобально-мировой аспект устойчивости. То есть нам надо сохранить ресурсы для будущих поколений, как человечеству в целом. То есть нам нужно не только самим есть, но и оставить ресурсы, чтобы наши внуки-правнуки и их потомки... Да, не было выжженной Земли. Да, то есть это как бы глобальная проблема. Она стоит на мировом уровне, и там не всегда интересы человечества совпадают с интересами частного бизнеса, и там могут быть меры, даже принуждения к сохранению ресурсов и так далее. Это такой глобальный уровень. И вот пример крупных компаний показывает, что это не только проблема глобальная, но это проблема каждого конкретного бизнеса, в сельском хозяйстве в частности. И здесь, опять же, два уровня рассмотрения проблемы. Как любая модная тема, как любой хайп, значит, если вы не в тренде, у вас начинают возникать репутационные всякие вещи, и вам надо быть просто в тренде. И это, в первую очередь, для крупных компаний. Мелкий может себе позволить это незамечательно. Не следовать моде. Да, то есть это вот для крупных компаний. Если говорить о реальной устойчивости, о выживании бизнеса, о том, что это не только для кого-то, для будущих поколений, или чего-то для того, чтобы сохранить свой бизнес, это важно для всех. Я люблю приводить три очень говорящих примера, когда бизнес, неважно, крупный или мелкий, в тех примерах, о которых я буду говорить, в первом примере это вообще просто фермерский сектор Соединенных Штатов Америки, это вот грязевая чаша 30-х годов. То есть мы всегда ее рассматриваем как последствия Великой Депрессии. Это совсем не так. Это совсем два разных процесса, но они слились воедино во времени, и почему-то так вот они у нас. Ему посвящена куча литературы, это можно прочитать. То есть когда плохие агротехнические практики на Великих равнинах в Соединенных Штатах привели к ветряной эрозии, и когда вот эта вот земля вся поднималась, фермерские дома засыпали до крыш, то есть снятая почва летела, и вот, понимаете, это была жуткая катастрофа, огромное количество семей снималось, уезжало в Калифорнию. После этого приехали чиновники, не было сингенты тогда в Америке, приехали чиновники Министерства сельского хозяйства США, ЕСДА, и стали пропагандировать практики, конечно, более щадящие, и тогда, ну, сегодня Айова, мы понимаем, это одно из... Житниц. Житниц мировых, да, то есть это было восстановлено. Но пострадали, в первую очередь, сами мелкие фермеры. Это первый пример. Второй пример – это аквакультура в Чили, которая, как и в России, аквакультура очень быстро развивалась, причем во внутренних водоемах, и там нарушение технологий, ну, там есть свои факторы риска, именно экологические. Вот если мы посмотрим с вами динамику, девятый-десятый год – это провал в развитии сектора, потому что бизнес пострадал сам. Там заиливание дна, болезни эндомичные, там рыбы стали, ну, засаженными стали, были несовместимы по-разному там вирусам и так далее. То есть вот мы посмотрим, возьму девятый-десятый год, в Чили аквакультура, в общем, был провал. Это уже этого века, если вы смотрите. Да-да-да, это уже этого века, да, 2009-2010 год. То есть это тоже пострадал бизнес, причем что мелкий, что крупный, неважно, пострадали все. Ну и пример такой отечественный, опять вернемся в 20 век, это орал. То есть если вы неправильно используете водные ресурсы, то есть орал сегодня у нас, ну, говорят, там какие-то пошли положительные процессы сейчас, насколько лет прошло, да, то есть орал как водный резервуар был уничтожен полностью для полива, взят просто, опять же, неустойчивые техники. Поэтому в этом смысле, с точки зрения выживания бизнеса, это важно для всех. Другое дело, что у мелкого бизнеса может, ну, вот в том примере, допустим, с грязевой чашей в Америке, ну, то есть если бы один фермер стал применять почвозащитные технологии, вряд ли бы это помогло, да, то есть там нужны были коллективные действия для всего ареала, но в аквакультуре мелкий бизнес мог бы сделать для себя что-то сам. То есть вот это осознание, что это не то, что пришел какой-то дядя со своей повесткой и навязывает бизнесу эту повестку и, соответственно, дополнительные расходы, а это именно форма выживания бизнеса самого. Вот это очень важно. И не важно, какого оно размера. Да, да, пострадать от неустойчивых технологий может кто угодно. Хорошо. Вот если мы посмотрим именно на сроки, то есть на какой период стоит все-таки сельхозпроизводителю рассчитывать устойчивое свое развитие в плане, конечно, не крупный бизнес, мы, наверное, имеем в виду, который имеет ресурсы планировать на десятилетие вперед, на пятилетку. Если мы говорим, конечно, о другом бизнесе, среднем и мелком. Знаете, очень сложный вопрос в нынешней геополитической ситуации. Вопрос в том, что и в России там еще несколько лет назад, лет даже пять назад, у нас даже у крупного бизнеса не было горизонта планирования больше пяти лет. Я всегда, когда выступала, говорила, ну, там, может быть, Машкович может себе планировать на пять лет. Мы не сговариваясь совершенно, он не слышал этого моего выражения. Он где-то на конференции сказал, ну, что вы представляете? У меня горизонт планирования три года. То есть даже у него со всеми его и финансовыми, и политическими ресурсами, даже он. Поэтому это, конечно, очень тяжелая проблема. Сегодня в нынешних условиях мы не только бизнес, мы жизнь не можем планировать на долгую перспективу. Это очень большая угроза повестке устойчивости, потому что, безусловно, даже вот то, что Антон рассказывал, те технологии, которые рекомендуют Сингенту для своих клиентов, они требуют, ну, там, минимальная обработка почвы. Это же новая техника, новые, там, сказать, подходы. Нужно учить людей, нужно инвестировать. Это все. И не в первый год получишь результат. Это самый яркий пример, да. Переход на минимальную или нулевую обработку почвы требует полного технологического перевооружения. И переобучение людей. Переобучение, увеличение затрат и на технику, и на увеличивается объем средств защиты растений. Соответственно, вот тут период как раз вот пятилетка. Да, за пять лет можно увидеть результат. Но ведь многие не доходят. Они просто не могут. Через год уже бизнеса нет. То есть это вот большая проблема. И в таких ситуациях должно помогать общество, все речь, государство. То есть вот мы опять переходим на более высокий уровень рассмотрения устойчивости. То есть это должно быть рассмотрено государством как глобальная повестка, которую нужно поддерживать. Тех, кто туда переходит, они должны быть как-то поддержаны на период перехода. Безусловно, финансово. То есть финансово, организационно, даже просто пропагандистские. То есть стремление. Да, да. То есть это должно стать частью государственной повестки. То есть это должно быть в политике. И там оттуда уже вытекающие финансово-организационные последствия. Но вот еще раз я говорю, что сейчас эта повестка как бы, ну вот она не самая актуальная становится. А она вот все-таки, мне понравилось вот откровенно говоря, такое выражение в одном из интервью, которые вы давали, насколько вот эта конъюнктурная повестка, которая сейчас есть, насколько она влияет именно вот на принцип устойчивого развития. Ну, вы знаете, да простит меня, Сингент и Антон лично, вот я, допустим, считаю, что ESG – это хайп. Это вот, это недолгосрочно. Там очень много, она понятна, откуда родилась, но понятно, что даже эти три буквы, я думаю, не на очень долго. Но повестка устойчивости, вопрос выживания человечества, там любят, говорят, выживание планеты, я думаю, планета легко выживет и без человечества. Хотелось бы остаться. Да, то есть хотелось бы подольше задержаться на этой планете, и это не может быть модой. Это не может быть модой, потому что, ну, вот понимаете, ну вот не занялись бы американцы, американское правительство почвозащитными технологиями на Великих равнинах. И что? Пустыня Сахара в Америке. Пустыня Сахара в центре Америки и, в общем, ну, Америка много экспортирует продовольствие из этой. То есть это в какой-то части мировой кормилец, да, там. Или вот там аквакультура, которая во всем мире под большим риском, если ее вот сейчас не... Это в очень больших количествах может быть проблема. А у нас сегодня снабжение мира рыбы это аквакультура в основном. То есть свободного вылова, то есть он все уменьшается, уменьшается, аквакультура. Поэтому это не может быть модой. Это не может быть модой. И надо понимать, почему это сегодня стало актуально. То есть иногда кажется, что не было, не было, и вдруг заговорили, ну вот модно стало, да, стало рюшечки модно носить, стало модно устойчивости говорить. Ведь, понимаете, это древнее племя могло бежать за мамонтом, завалить его, вырезать печенку, съесть, остальное выбросить. У нас мамонтов стало мало, понимаете? То есть мы не можем себе так позволить развиваться. Просто нет ресурсов. Просто нет ресурсов. Мы можем сомневаться по поводу вот этих вот расчетов. Я их не видела, как их считают. Но мне даже не сами даты интересны, мне интересна динамика. То есть есть, рассчитывает этот фонд дикой природы, да, вот они рассчитывают, по-моему, называется точка невозврата. Это момент, это дата в году, когда человечество расходует все ресурсы, которые в течение года можно восстановить. Значит, вот сейчас это где-то июнь. И она так стремительно к январю все идет. И она, то есть она каждый год, это одна-две недели смещается ближе к началу года. Понимаете? Ну пусть кто-то другой посчитает, скажет не июнь, а октябрь, да, там, ну вот легче не становится, да, от этого. Ну, лишние там сто лет человечеству, в масштабах жизни человечества, это не очень большое. Поэтому, именно поэтому эта проблема не хайповая, не модная, а она как бы вечная. И вопрос в том, что она не тупиковая, там есть решение, вот Антон рассказывал, решение-то есть. просто надо этим озаботиться и думать над этим. Там не только, вот мы сейчас только об экологии, там и социальные вопросы есть, да, то есть вот устойчивость, вот допустим, включения мелкого бизнеса вот в продовольственные цепочки. Вот обычно как это представляют? Вот там мелкий фермер, он эффективнее, какие-то расчеты показывает. Да не эффективнее мелкий фермер, он может быть эффективен там в урожайности где-то что-то померил, но во всей продуктовой цепочке он не может быть эффективен, да. Ну, представьте, там молочному заводу собирать молоко там с двух крупных холдингов или с двух тысяч мелких фермеров, да. То есть транзакционные сдержки такие, что вся цепочка, эффективно всей цепочке никак не может быть больше с мелким фермером. Но, понимаете, теперь представьте, если в стране, ну не в такой большой, как Россия, но чуть поменьше, пять молочных производителей, ну, скажем, у каждого 20% рынка так для условности. И бизнес есть бизнес, кто-то может обанкротиться, причин могут быть разные, плохой менеджмент, болезни, что угодно, какие-то климатические катаклизмы. То есть это нормально, когда какой-то бизнес терпит банкротство. Это форма существования бизнеса. И если это было в металлургии, ну хорошо, год, там конкурсное производство кто-то возьмет, через год запустится опять, и все нормально. А это молоко. У вас с рынка ушло 20% молока, и у вас нет мелкого бизнеса, как буфера. Понятно. Это неустойчивый сектор, это неустойчивый. Вот одна из составляющих, и это же не только там в молоке, там в другие, это продовольствие. Мы должны понимать, что это продовольствие. И оно должно быть меньше. Здесь мы меньше не перестаем. И каждодневно. Вот проблема в том, что можно подождать с металлом, да, год. Тоже проблемы там по всей цепочке. Ну, я не благодушествую, я понимаю, что там тоже проблемы. Но понимаете, 20%, если уходит с молока, у вас молоко дорожает на 20%. Ну, условно. Условно, да. Понимаете? И это значит, что огромная часть населения уже не в состоянии потреблять не черной икры, молока. Правильно я все-таки понял, что эти изменения, вот эти негативные факторы, которые влияют на устойчивое развитие, они систематические фактически, правильно? Систематические, да, но они, еще раз говорю, не неизбежные. То есть, есть в современном мире, есть технологии, которые эти проблемы снимают. Вот я просто, иногда это как конец света. Ну, вот теперь там коровы, метан, ужас, что будет. Ну, даже с коровами есть решение, я уже еще раз говорю. То есть, вопрос, что для бизнеса внедрение этих технологий, это вот, Антон хорошо показал на минимальной обработке, но и в других отраслях, это требует времени. Это требует времени и дополнительных затрат. Не каждый бизнес может это пережить. И, наверное, еще дополнительных каких-то волевых усилий собственников этого бизнеса. Ну, собственно говоря, да, любой человек не крестится, пока гром не грянет, не только крестьянин, не только в России, но по всему миру. Поэтому здесь нужны, почему здесь нужны усилия именно государств, и государства, и государств. Почему они в 15-м году договорились об этой повестке в ООН? Значит, а то потому, что это как бы ну, осознание того, что... Вот, кстати, знаете, ОСР проводил в своих странах опрос чиновников, какие проблемы их больше всего волнуют в аграрной сфере. Значит, вы не поверите, вот Европу больше всего волнует проблема воды. Вот мы просто живем в такой вододостаточной стране и даже не представляем, вот Европа близко, рядом, вода, проблема в развитии сельского хозяйства, всех государственных людей волнует прежде всего вода. Ну, решение есть, да, то есть мы можем не фрегатом поливать, да, поливать капельный полив. Ну, там есть всякого рода разные решения, да, в том числе и капельный полив. Плюс гибриды засухоустойчивые, селекция. С нескольких сторон проблема решается. Да, плюс удобрения, которые, или там средства защиты растений, которые смываются, там, да, то есть налипание вот этой вот проблемой. то есть решение технологическое есть. Вопрос в том, что, допустим, для мелкого фермера это очень дорого купить или внедрить. Значит, надо его как-то поддержать, потому что это не только его проблема, это проблема всего общества и общества. Понятно. Ну, вот если говорить про ту же Европу, вы в июне 22-го года отвечали, что зеленая сделка была несколько не к месту использована в данный момент. Вот сейчас изменилось что-то, ваше мнение на эту историю. Насколько в текущих условиях вот эта вот зеленая сделка применима к России, в частности? Начнем с того, что это мое мнение прошлого года теперь стало мнением, по-моему, Европы, то есть зеленая сделка приостановлена. Понимаете, я не могу, вот в свете того, что я уже говорила, я не могу быть в принципе против зеленой сделки и всех устремлений государств к этому. Но когда в пандемию столько бизнеса пострадало, то есть есть некая приоритизация проблем, да, и сейчас, понимаете, там метан от коровы и метан от выпущенной ракеты, и загрязнение воздуха от выпущенной ракеты, то есть, ну вот, несопоставимые вещи, да, то есть есть какие-то приоритеты, надо решать сначала первоочередные вопросы. Поэтому я считаю, что два года пандемии с огромной нагрузкой на бизнес вообще, на аграрный в частности, совещание в Глазго было, я считаю, крайне несвоевременно. При этом, понимаете, это не просто несвоевременно, несвоевременно, вот не так приоритеты наставлены, но это было и вредно, потому что это в условиях растущих цен это еще было одним стимулом росту цен. И там не только зеленая повестка, параллельно с этим растущие цены на сельскохозяйственную продукцию, и Соединенные Штаты принимают масштабную программу по биотопливу, причем биотопливу первого поколения, использующий сельхозпродукцию для этого. Это дополнительный фактор для роста цены. Понимаете, если у вас кукуруза может использоваться и на корма для животных, и на биотоплива. Смотря что выгоднее еще для... Да, это неважно, это расширение спроса, и соответственно у вас рост цен. При этом это не то, что мы не знали такие, извините, мы не подумали, а в шестом-восьмом году, очередной, предыдущий продовольственный кризис, когда развязался в мире, одним из факторов его были две программы биотопливные в Европе и в США, когда это поддерживалось с деньгами, и в общем на уровне ООН было признано, что это стало одним из факторов роста цен, и что нехорошо использовать продовольственные ресурсы для биотоплива. Есть ресурсы второго поколения, то есть это целлюлоза древесная и там другие, вот понимаете, и в 20-21 году мы опять попадаем в ту же ситуацию, и зеленая сделка, она в общем была связана с ограничением производства в Европе с теми, кто не соответствовал требованиям, тем, кто не соответствовал с туристами, должны были закрыть производство. Что такое закрытое производство? Это уменьшение предложения, уменьшение предложения это увеличение цен, понимаете? То есть это, ну я бы сказала так немножечко безответственно перед миром. И одно дело, когда у вас повышение цен, а вы на продовольствие тратите 10-12 процентов, как в развитых странах, а другое дело, когда у вас растут цены, и вы на продовольствие тратите 70-80 процентов своего дохода. Ну или как там некоторые страны, наверное, бедные из той же Африки, наверное, ну просто не тратят, потому что денег не хватает. Нет, они на продовольствие тратят, семья тратит 70-80 процентов. А, в семье? Да, в семье? Нет, 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 нет. В масштабе для них рост цен, ну понимаете, если подорожали, условно говоря, спички, ну вы не заметите, да, этого. Ну, несмотря на сколько они подорожали. Ну, даже если они в три раза подорожали, то есть, в общем, семья не обеднеет, ну, скажем, ваша, да, вот если спички подорожали в три раза, да, в десять раз даже подорожают, вы осилите. Мы один храбок спорим, хорошо, да. Да, да, понимаете, а если подорожало мясо в три раза, допустим, в те же три раза, то это даже для такого среднего класса уже ощутимо, да? Мне кажется, мы здесь все присутствующие помним 90-е, когда там как раз очень нехило все дорожало. Да, да, да. Нет, я просто к тому, что если вы на ресурс тратите мало средства, то его подорожание для вас это не очень ощутимо, поэтому Европа, которая платит от 10 до 12 процентов своего дохода, в общем, подорожание продовольствия переживает легше в среднем, там, разной категории населения тоже, чем население развивающихся стран, где продовольствие составляет основную часть расходов населения. Там подорожание, это очень критично, это очень критично. И в этих условиях говорить о зеленой сделке, о биотопливе, о чем-то, это немножечко, вот с моей точки зрения, было безответственно. Хотел бы добавить, если позволите, как раз вот сейчас взглянули на эту проблему с точки зрения социальной. Мы сейчас говорили сначала о действиях, которые предпринимают регуляторы. Ужесточение экологического законодательства, так, в целях борьбы с изменением климата, это все хорошо. Откуда это все идет? Это США и Западная Европа. Но ведь там это происходит не только по этим причинам, там же есть еще запрос общества на это. Потому что люди стали жить там гораздо лучше. Они жили исторически лучше там. Сейчас этот разрыв между Первым миром, Вторым и Третьим еще больше усилился. И там большой запрос. На что? На здоровую еду. Органическую. На органическую еду. Но если мы посмотрим на исследования, то они показывают. Это не является главным мотивирующим фактором покупки этой еды. Главное для людей покупать еду, выращенную рядом. Людьми, которых я знаю. Это своеобразная форма поддержки сообществ. Общество западное, оно очень атомизированное. Очень атомизированное. Люди живут коммунами, общинами. И квинтэссенция этого Швейцария. Но и в других странах примерно структура так же выглядит. И вот у них есть на это запрос. А если есть запрос, то, соответственно, регуляторы не могут его игнорировать. Из этого рождается политика, которая приводит к решениям. Каким? Запрет неоникотиноидов и так далее. По полной программе. То есть, это взаимосвязанные вещи. Поэтому, когда мы говорим о том, что ESG это хайп в России, конечно, ну, кроме больших корпораций, которые металл экспортируют, для них это не хайп. Для экспорта. Да. Экспортно-ориентированные отрасли к этой повестке давно приспособились. Приспособились именно. Больше приспособились. Ну, если мы говорим о сельском хозяйстве, то, конечно, в меньшей степени. Но металлурги, они на нее полностью перешли. У нас абсолютно современнейшее производство металлургическое. то, которое экспортно-ориентированное. На уровне мировых стандартов абсолютно. Сейчас это дошло до сельского хозяйства. Опять-таки, начинается все Европа, США, и пытаются дальше повестку внедрять. Но другого пути просто, если мы посмотрим, а можно избежать этого? Нет. Потому что Сингент и другие трансциональные корпорации, такие как Нестле, Келлок и другие, они уже здесь работают везде, производят еду здесь. Они не могут не работать по другим стандартам, они вынуждены им следовать. И поэтому эта повестка неизбежно продвигается везде. Ну, где-то с большим скрипом, где-то с меньшим. Ну, опять-таки, ничего плохого в этом нет. Я так говорю. Нет, это хорошо. Это неизбежно. Вот это неизбежно. к этому не готовы на данном этапе, в данном объеме все это внедрить. И поэтому есть неизбежные проблемы, с которыми мы сталкиваемся и столкнемся. Маленькую просто заметку на полях. Поддержай. Что я имела в виду, когда говорила хайп? Это не то, что это вот важно или не важно. Я просто хотела отметить, что соответствовать требованиям ESG, это не значит еще быть устойчивым. Вот мы что бы должны просто это понимать. То есть есть компании, которые реально озабочены устойчивостью, многое для этого делают, а есть компании, я не буду тыкать пальцем, которые просто за месяц сделали... А для соответствия ESG нужно именно для того, что говорил Антон. Потому что потребитель требует. И потребитель не всегда справедлив, мы это прекрасно понимаем. Потребитель может сказать, вот химию кладут в продовольствие, после этого идти и глотать фарму тоннами, не считая это химии. Понимаете? То есть те же американцы, которые там, или европейцы, озабоченные там ГМО, или там вот какая-то химия в производстве, какой ужас. Они же, вы посмотрите, горстями принимают лекарства, которые все синтезированы. Никто травками не лечится сегодня уже. То есть это все синтез, это все химия. Маркетинг имеет свое все-таки большое значение. И это форма конкурентной борьбы. Это форма конкурентной борьбы, мы должны это понимать, поэтому есть вот несколько то есть есть глобальная проблема устойчивости, мы о том говорили, есть реальное воздействие на бизнес, который может от этого, от неоследования устойчивым технологиям пострадать, а есть, это не только в этой проблеме, в любой проблеме, есть конкурентная борьба, есть борьба государств, есть борьба, что тоже конкурентная борьба, то есть на которой многие строят свой личный бизнес и побеждают. И вот то, что там то же самое есть местное, понимаете, почему подмосковное яблоко лучше, чем кубанское, я вот, например, не очень понимаю, да, вот. Ну, жители Подмосковья наверняка предпочтут купить местное. Ну, я бы больше сказал, наверное, как жители Подмосковья не про яблоки, а про клубнику. Вот, это та вещь, как раз, которая каждое лето вызывает большую дискуссию. Да, что вот мелкий фермер, он же такой весь из себя органический, ну, что, он же ничего не может купить, и мы тут же приходим в хозяйство очень мелкого фермера, у которого курочки растут на асфальте, просто вот выгородочка в его заасфальтированном дворике, и я просто не делала исследований, просто вот из помойного ведра, стоящего рядом с курочками, вытаскиваю очень сильный антибиотик, ну, упаковку из-под очень сильного антибиотика, то есть это очень экологичные курочки, они очень сильно сидят на антибиотиках, так что это вот никак не связано, что если в Подмосковье, то это будет аутентичная клубника, а если привезут ее из Ставрополя или Кубани, то она там накачанная. Это не факт. Знаете, что еще одна сторона устойчивости, которую мы сейчас не поговорили, это биоразнообразие. Вот здесь это очень близко к тому, что мы обсуждаем. То есть, понимаете, мы селекцией своей, которая много полезного сделала для, и в том числе устойчивости, но мы теряем биоразнообразие, и это очень плохо для самой же селекции. Просто если мы так далеко ушли в селекционной работе, что прародители от всех ушли далеко, мы теряем базу для селекции. И отсюда эти вот мыльная клубника, не пахнущие ничем помидоры, и отсюда потребитель говорит, да, вот у Джона Смита на ферме у него такие яблоки, а вот в Подмосковье здесь такая клубника, потому что еще сохранились местные сорта. и здесь мы еще к одной теме приходим важной для устойчивости, это сельское развитие с точки зрения пока биоразнообразия. Сельское развитие. Да, потому что мелкие поселения, это мелкие сорта, мелкие породы, это сохранение, местные сорта, местные породы, это сохранение биоразнообразия. Там какой-то местный огурец, тут какая-то местная коза бегает, вот понимаете, пока там живут люди, это сорт и порода сохраняются. Как только они оттуда ходят, мы переходим на вот... Ну тут, наверное, стоит вернуться вот как раз к населению, потому что, условно говоря, если вот в этой общине живет определенное количество людей, которые потребляют сельскую продукцию, для них вот как бы для бизнеса есть смысл выращивать, есть рынок потребления. Получается, если этого рынка потребления нет, то, соответственно, этого ничего нет. Там даже не бизнес, они просто у себя держат на подворье, то есть там нет бизнеса, там просто идет форма сохранения верзнообразия, вот своеобразная. А я бы добавил, что там идет вообще, вопрос стоит о выживании самой деревни. Если происходит вымывание сельских жителей в город, то кто же будет эти яблоки, например, или клубнику вырать? То есть некому поддерживать. Она исчезает, как просто вот... Это параллельные процессы между собой идут. Крупное аграрное производство, которое унифицирует то, что мы едим. Поэтому остается один или два, три сорта, и некоторые вообще завозны. Соответственно, местный фермер никогда, конечно, не будет иметь допуск на полку крупного универмага. Как ему выжить? Он что-то должен проводить для себя, либо для местной общины, которая будет это покупать, или просто для себя. Это единственный способ выживания для них. Но если сама деревня умирает, потому что люди переезжают в поисках работы в город, или просто сменились поколения, люди не хотят жить в деревне, они просто ассоциируют себя с городом, они получили образование. Это самый страшный, на самом деле, процесс, который идет. И знаете, вот то, что в России происходит, деревня умирает и говорит, да ладно, мы вахтовым способом будем обрабатывать. Значит, вахтовый способ, он заведомо неустойчивый, потому что приезжают люди, которые здесь не живут, поэтому я хоть здесь все залью пестицидами, гербицидами, чем угодно. Я здесь не живу. Потому что, если я здесь живу, то я, ну, как бы, естественным образом слежу за какой-то экологией. Не всегда, но при прочих равных условиях. Во-вторых, еще вот, ну, вот я говорю, что вахтовый способ этим плохо, вахтовый способ плох тем, что пропадают местные породы, и мы теряем. То есть, ну, вот пропал астраханский арбуз. Ну, где вот он тут? На каждом углу торгует любой арбуз, у нас астраханский, да? Но его нет, его нет уже. Астраханский помидор. Понимаете, это, ну, с одной стороны, удобно. Ну, вот мы когда-то несколько лет назад проводили обследование, то есть, человек для скорости идет, покупает помидор в супермаркете. Но если ему хочется, там, не знаю, сделать капрезу или вот Жванецкого, вот этот вот, снизу вверх, снизу вверх, понимаете, он идет на рынок и выискивает помидор какого-то местного сорта. Да? Вот, то есть, вот это тоже часть устойчивости сельского хозяйства. Я сейчас не говорю, там очень много аспектов у сельского этого развития, но вот этот аспект о том, что мы теряем биорезонообразие, вот в той же Швейцарии там приходят к фермеру, там, не помню, 20 метров на 20 сантиметров или метр на метр, в общем, считают количество трав на лугу, и если он достигает определенного порога, ему платят субсидию только за сохранение биорезонообразия. Вот только за это, понимаете? Ну, наша площадь, наверное, странная просто-напросто. Вот я еще раз говорю, нас, повестка устойчивости у нас пришла поздно, ну, многим, видимо, параметрам, но это то, что мы ресурсу достаточно, у нас так много всего, у нас много земли, у нас много воды, у нас, ну, на поле. Кстати, вот по биорезонообразию нам все окажут, что у нас так много трав, да, вот посчитай, сколько там, ну, на любой луг, даже в Подмосковье, если выйти, то, ну, богатые по количеству растений, но по официальным данным, вот, скажем, по, допустим, неводным млекопитающим, животным вообще всем, Россия, казалось бы, столько зон, да, мы уступаем Турции. Ого! Вот это вот надо просто как-то осознать. А может, они лучше считают, а у нас там, условно говоря, в Красноярскую какую-нибудь тайгу пойдешь, и там... Ну, вот как-то считают, я думаю, что это считают не турки, не мы, а считают какие-то международные организации, то есть, на самом деле, ну, понятно, там, сельва бразильская, она по растительности, наверное, богаче, чем наша тайга, да, вот, по количеству, именно биоразнообразию, но даже по животному миру мы, в общем, не такие уж, и вот это надо осознать, что мы не такие уж богатые в этом смысле, то есть, есть повод поберечь. Это подкаст «Сингенты». Я, наверное, подведу итог, что вот сегодня мы поговорили про устойчивое развитие как в мире, так и в России, и также обсудили, что «Сингенты», собственно говоря, делает по устойчивому развитию. Вот какие можно дать рекомендации нашим аграриям вот с позиции устойчивого развития? Да, с удовольствием отвечу. Я бы рекомендовал начинать с АЗОВ, вот, с правильного применения средств защиты растений, например. Подумать, в первую очередь, о себе, о безопасном применении, в правильном костюме химзащиты, прочитать этикетку, когда можно применять, когда нельзя, есть ветер, нет ветра, посмотреть, есть ли пчеловоды вокруг, не забыть их предупредить о том, что будет обработка. Ну, то есть, пока мы не решим вот этих базовых вопросов, дальше мы не двинемся. Вот, на этом уровне сейчас, на мой взгляд, если мы говорим о решении конкретного человека, сельхозпроизводителя, крупного или нет, вот с этих азов нужно начинать. И если каждый будет делать вот эти базовые вещи правильно, канистры утилизировать, не использовать их потом под что-то другое, потому что это опасно, мы сделаем очень важный шаг вперед. Хорошо. Полностью солидаризуясь с тем, что сказал Антон, я бы еще хотел просто добавить, то есть, это осознание, то есть, если ты ведешь бизнес всерьез и надолго, а не просто быстренько схватить что-то и убежать с этой земли, то надо подумать о том, чтобы не истощить землю, сохранить этот ресурс, по возможности улучшить, чтобы не отравить ближайшие водоемы и потом остаться без воды. Это первое, вот, понимание, что это не проблема для дяди, а проблема для тебя. А второе, это именно лоббирование, именно, потому что сейчас лоббируют только вот, вот, дай мне денег там на горючку, дай мне денег на семена, то есть, дай мне деньги на правильные технологии. Это очень важно. То есть, запрос от производства, того, что, производитель понимает, что это важно, и он понимает, что без государственной поддержки он здесь не проживет, и предъявляет требования к регулятору, потому что регулятор с него не просит, он и не даст. Я бы еще, наверное, добавил, что, если позволите, вот, правило локтя, наверное, стоит нашим агропроизводителям иметь в виду, когда все-таки, вот, ваш яркий пример с 30-ми годами в Америке показал, что один маленький агропроизводитель, или даже средний, он может что-то и делать правильно, но при этом, если его сосед будет делать абсолютно противоположное, то итог может быть печален для обоих. Совершенно точно. Один предупредил пчеловодов о обработке, а второй нет. А второй нет. А второй нет, да. Да, в итоге имеем, что имеем. Хорошо, спасибо большое, коллеги, что нашли время принять участие в этом подкасте. Я напомню, что у нас сегодня были в студии в Москве Евгения Викторовна Серова, доктор экономических наук, профессор, директор по аграрной политике высшей школы экономики. И также у нас был Антон Пушкарев, руководитель по устойчивому развитию компании «Сингенты». Большое спасибо, что пришли. Спасибо вам, что позвали. Большое спасибо. До новых встреч. До новых встреч в эфире. Это подкаст «Сингенты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова